Это цитата из 1-го послания Петра, 3-я глава, 15-16 стих. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыржены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Мы никогда с вами не испытывали, и кто знает, испытаем ли те претензии, те гонения, те искушения и все, что происходило в первом веке, когда были утром написаны эти слова. К сожалению, реальность такова, что христиане 1-го века готовы были умереть за Христа, христиане 21-го века не хотят жить для Христа. Не хотят жить для Христа. Не живут для Христа. Поэтому, вот то, о чем Петр говорит, это очень важно. И я хочу обратить ваше внимание на причинно-следственную связь. Вот первое, с чего начинаются эти слова. «Господа Бога, святите в сердцах ваших». То есть, если происходит вот это, то следующее вытекает из вот этого освящения, из этой святости. Если ты святишь Господа, если Он для тебя святыня, то тогда что? Ты будешь всегда готов к всякому требующему отчета вашему пованию дать ответ как? С кротостью и благовением. Если Иисус является царем нашей жизни, если Он действительно сидит на престоле сердца нашего, тогда мы будем иметь что? Добрую совесть. И никто, что бы на нас не говорили, какие бы там сплетни не высказывали, как бы нас ни пытались в грязи вымазать, но наша жизнь, она всегда будет ответом на все это. И будут постажены эти люди. Постажены. Что такое святить Господа Бога в сердцах наших? Это вопрос к вам. Кстати, за активное участие, ну, тоже, скажем так, определенный процент оценки будет влиять. Как вы понимаете, что значит святить Господа Бога в сердцах? Служить Господу. Служить Господу. Поставить Бога на первое место. Поставить Бога на первое место. Прославлять Его своей жизни. Прославлять своей жизни. Девять святых на стеревище для Бога. Опустошить. Аслаблять? Ну, еще, можно так подумать, само понимание как святость или как отделение, это не для что-то для Бога. Какую-то часть своей жизни для Бога. Время. Какую часть, скажи, в процентном отношении. Рассклавленную. Асклавленную. Ну, то есть, ну, есть какие-то, к примеру, вот у меня обычный мой день проходит. То есть, в любом случае, я должен кто-то конкретно, какую-то часть дня своего отделить для Бога. То есть, ну, понятно, что вся моя жизнь это отделена от другого. Но я имею в виду, то есть, время, когда я буду только как-то там, в изучении Библии, там, по-моему, другому, то есть, вот такого, например. Вы спокойны. Ну, наверное, как бы отделяться от греха. Стараться вот это уделять, то, чтобы у нас, понятно, какую-то отдельную часть, может быть, но грех, чтобы не прийти, кто-то. И все святы. Слушать Богу, приносить к Нему жертвы, отшертвовать своим часом, может быть, реальной учимость, и служить своим, ну, отшертвовать своим временем, своим мыслям, своими желаниями. То есть, все было жертвовать Богу. Нужно сделать Господа Господа, чтобы все, все, что связано с Нему, было всегда приоритетом. Просто так всегда. Ты не знаешь, что мы теперь должны превратиться в монахов, но можно и в гости, к друзьям на день рождения пойти и подарить какой-то подарок, который с Богом связан. По-всях. Должны быть живые отношения. Бога бойся, и заповеди Его скидали. В этом все у человека. Да. Вы все правильно говорите. Я просто хочу привести вам такую иллюстрацию, чтобы легче было воспринимать чисто библейскую терминологию. Все мы были когда-то мальчиками, девочками, все мы были когда-то детьми. И вот в чем особенность детей. Не даром Иисус говорит, что если не умолитесь, как дети, то Царство Божье не наследует. И мы понимаем прекрасно, что речь не идет о том, чтобы впасть в детство. Просто у детей есть особенное. У них вот эта простота взаимоотношений, открытость до поры до времени, она, скажем, как сказать, взрослому наблюдать за ребенком, за его непосредственностью, ну вот удовольствие. Удовольствие. Потому что, когда дети начинают уже лукавить, то вот это удовольствие сходит уже на нет. Начинаются потом конфликты. Так вот, если что-то для ребенка важно, что-то для него ценно, что-то для него становится сокровищем, то вся жизнь начинает вращаться вокруг чего? Вокруг этого сокровища. Ну, вспомните, допустим, девочки могут вспомнить какую-то куклу. Или что-то. Это не обязательно кукла, купленная в магазине, это может быть там мотанка какая-то или что-то ты сам для себя придумал. Но на этот момент это для тебя сокровище, да? У мальчика это может быть рогатка, это может быть какая-то машинка, это может быть что-то там какой-то какой-то патрон он нашел где-то. Ну, все, что угодно. Все, что угодно. Если увлекается ребенок там собиранием марок или еще, ну, как это старые добрые времена было, то если у тебя есть марка, которой нет ни у кого, то для тебя это сокровище. И это очень влияет на жизнь ребенка. То есть родителям несложно определить, какой момент, что для ребенка очень-очень важная цель. Если вам увлекся какой-то книгой, да, то родителям приходится что? Доставать доставать эту книгу из-под одеял. Потому что он с фонариком будет, что? Он делает вид, что спит, а сам с фонариком будет. Ну, это про себя рассказывает. Если мне интересно, то под одеялом фонарик включаешь и читаешь книгу. Если что-то там важное в кармане, то, выбегая на улицу, ты достаешь и кричишь «А вот, что у меня есть! А вот, что у меня есть! А у тебя нет, а у меня есть! вот это и называется святить Господа в сердцах. То есть Он для тебя сокровище. А вот, что у меня есть! Люди, у меня есть Бог! Моей жизни есть Бог! И ты им хвалишься! И ты им живешь! И для тебя это самое-самое-самое-самое важное! Дети точно так же и едят, и пьют, и одеваются, и ходят, и в школу ходят. вот этот период, когда что-то становится для ребенка сокровищем, он влияет на все. Потому что, если тебя дома ждет твое сокровище, то для тебя школа уже что? Быстрее бы уроки закончились, да? И если тебе дали какое-то задание, ты готов что? Два варианта или не сделать, или сделать быстрее. Но это уже зависит от характера, от воспитания и всего остального. Но твои все мысли где? Там, твое сокровище. Поэтому святить Господа в сердцах, это значит, как Максим сказал, действительно, посадить его на трон своего сердца, чтобы он занимал должное положение. хозяин нашей жизни, тогда хоть в гости пойдешь, хоть в кино, хоть куда, он руководит этим. Ты уже не будешь смотреть все подряд фильмы. Потому что ты понимаешь, будет ли Иисус с тобой смотреть этот фильм или не будет. четко это осознаешь, ты чувствуешь внутри себя. Я не в осуждении, но как-то меня смущают христиане, которые спокойно смотрят фильмы, где ликой кровь льется, где убийства, насилие, какие-то монстры, я не знаю, но меня это смущает. Меня это смущает. Проблема не в том, что нас окружают все эти новшества, как мы к ним относимся. Если для тебя мобильный телефон становится сокровищем, то был ли для тебя Бог когда-либо сокровищем? Потому что в Библии четко написано вкусите, попробуйте, узнаете, как благ Господь, и тебе больше никогда не захочется ничего другого. Ты будешь этим пользоваться, но она никогда не станет впереди Бог. Поэтому вот это отношение, оно должно быть именно у нас к жизни вот такое. Что Господь должен занимать в нашем сердце именно это главенствующее положение. как еще вам момент объяснить? Давайте с вами 72-й псалом немножко прочитаем. доходим. Салом 72-й братец, кто любит читать с выражением? можно на несколько частей разбить, чтобы кто больше людей прочитал 28 стихов, по 10 стихов трое прочитать с выражением? Салом Асапа. Террия обложила их и дерзость как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полною чаши. И говорят, как узнает Бог, есть приведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое, а не упал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всяких денег, и обречениям всякая пудра. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я думал, я был бы хлеб, родом сынов и думал я, как бы уразуметь мне это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел в освятилище я, в освятилище Божие, и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не измеркаешь их в гробости, как нечаянно пришли они. Разорения исчезли, погибли от ужасов, как сновидения, по пробуждению так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь и четыре их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, когда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобой, но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, направляешь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. кто мне на небе, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог вреды на сердце моего, и часть моя в обед, и во вот удаляющая от себя от тебя гибность, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать и бывать твоего брата и дочери и с мое. Спасибо большое. Вот чем характерен этот 72-й псалом? Вот вам пожалуйста переживание верующего человека, который живет среди верующего народа. Но проблема заключается в чем? Что люди говорят о том, что они верующие, а жизнь их какая? А оно абсолютно не освящено Богом. То есть места Богу в их жизни нет. И что происходит с этим искренне верующим человеком? Что с ним происходит? Какая-то громко сознание. Борьба внутренняя. Внутренняя борьба. Почему-то оно что-то такое. То есть он начал соблазняться. В его жизни появился соблазн. И он об этом честно говорит. Господи зачем я каждый день стараюсь быть святым, чистым, непорочным? Зачем? Если те люди, которые тебя знать не хотят и тебя в жизнь свою не пускают, они живут лучше, чем искренне верующий человек. И эта борьба внутренняя, очень болезненная, происходила до определенного момента. Смотрите, вот здесь в 72-м псалме он говорит, ну, да, вот 16-го давайте прочитаем. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца 21-й стих и 22-й Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле. Как вы думаете, в какой момент Господь сел, занял должное положение в сердце этого верующего человека, Ассар, который руководил песнопениями в храме. Он искренний верующий человек. Но до некоторого времени Бог не был в жизни его, но он не был господином его в жизни на сто процентов. господином 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 строго взыскивает он уже понял что нечестивые масли при нем уже как бы увидели борьба в чем заключалась в чем он соблазнялся господином он не знал, что жизнь скоротечна и самое главное, конечный результат жизни. И он понял, что они-то все погибнут, как бы они богато не жили, а он всегда был Господом. И это самое ценное, самое главное, вечность проведет. Может быть, чувство несправедливости? Кланки, ругала. Как это? Неверующие и неверные богатства наслаждаются жизнью. Я не разумела. Я не разумела. Вот смотрите, вот этот 72-й псалом, он очень подходит к нашей жизни, к нашей стране, к нашей ситуации. Ну, как будто про нас написано. Потому что, как посмотришь на всех людей, которые, скажем так, делают вид, что они верующие, ходят в храмы, службу выставивают, все. Но жизнь их абсолютно далекая от Бога, поэтому и ситуация в стране такая, безбожная ситуация. Почему? Потому что безбожные люди. Потому что каждое государство – это люди, конкретные люди. И когда Бога нет в сердце человека, то жизнь его какая? Вот такая она. То есть и соблазн может этот присутствовать. Но как только человек действительно, вот, по-настоящему пускает Господа, чтобы Бог заполнил все его естество, не просто частями, не просто интеллектуально, мы очень часто разумом верим. разумом верим. А нужно, чтобы наступил момент, когда наше сердце полностью, вот, сольется с Богом. Обратите внимание на послание к Ефесянам. Откройте. Послание к Ефесянам. Третья глава. Послание к Ефесянам. Третья глава. Здесь есть молитва Павла, начиная с 14 стиха. Дорогите внимание. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваших». Кому Павел пишет? Мирским людям? Мирящим тоже. Он пишет христианам. Он пишет христианам в Ефесской церкви. Но о чем он молит и просит Бога? То есть просит вселенцев. Они верующие, они христиане. Но проблема их в чем заключается? Что в сердце крепко поверят. Потому что нет Христа вселенцев. Он есть в жизни. Христа пригласили в жизнь. Согласились с ним. Приняли его благодать, милость, прощение. Покаялись, скрестились, все сделали. Но между вот этим моментом, когда ты смиряешься перед Богом и приглашаешь Его в свою жизнь, и моментом, когда Он становится Господином твоей жизни, проходит определенное время. У некоторых людей это растягивается до самой смерти. А у некоторых это не происходит никогда. Очень многие христиане рады иметь Господа, но не разрешают Ему руководить жизнью своей. Они сами решают, что им нужно, что им важно. Поеду туда, поеду сюда, буду делать то. Вы видите, как Яковл говорит, вы не знаете, что с вами завтра будет. Что вы там аплодировали себе? Куда вы поедете, что вы там делаете? Пан, пан. Пан, пан. Это вот терзалась внутренность моя. Я не ушла от Господа. Я как раз в то время попала в Брендану, в Кейте, в общину. И я дальше читала Библию, я общалась с Господом. Но я понимала, что Господь ожидает от меня большего. Я не на своем месте. Были какие-то обстоятельства, когда Господь пооткрывал двери. Я попал в дестижную очень школу с очень хорошей зарплатой. И было опять такое, что Господь меня проверял. Откажусь я от этой хорошей зарплаты. И вот это было постоянно чувство, что я не там, где я должна быть. Я тоже стал понимать, что если я много лет, я стану похожа на этих людей, вот эти все очень богатые люди. Как они относятся к другим. То есть надо что-то быстро, сочно менять. Господь должен всегда брать. И все это золото, что блестит. Поэтому почему мы так долго говорим об этих словах Петра, что Господа Бога светите в сердцах ваших. Дело в том, что то, чему больше всего мы сопротивляемся, оно более всего приносит покой, мир, радость и счастье в нашу жизнь. Мы боимся отдать свою жизнь до конца без остатка Богу. Ну как, словами мы говорим, да. Мы умом понимаем, что это нужно сделать. Но между верой умственной и верой сердечной, ну, все-таки расстояние здесь есть, если так брать, да. А по жизни это часто растягивается на годы, и, может быть, даже на десятилетия. Чтобы действительно полностью отдать себя Богу, покориться Ему во всех вопросах. Многие христиане думают, что если они по воскресеньям ходят в церковь, поют псалмы и жертвуют там десятину или недесятину, то они выполняют свой долг. Но Иисуса Христа интересует все. Его интересует все. Что мы едим, что мы пьем, что мы читаем, что мы смотрим, с кем мы общаемся. То есть Его все аспекты нашей жизни интересуют. Для Него важно все, абсолютно все. И это не потому, что Ему хочется нас контролировать. Нет. Он просто очень хочет, чтобы мы были счастливы. А счастливы мы будем только тогда, и в Нем растворимся. Растворимся по-настоящему. Это легко говорить. Но это очень сложно в жизни не творить. По причине нашего упрямства, по причине гордыни, которая остается в нашем ветхом человеке. Это борьба. Борьба. Помните, как Павел говорит? Ну, мозгами все понимаю. Как до дела доходит. Опять не попал в церковь. Опять не это. Поэтому Павел и молится. О христианах молится. Чтобы вам крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. И чтобы тогда укорененные утверждения любви, что происходит тогда, когда Иисус садится и становится действительно господином твоей жизни. Что происходит? Когда человек начинает постигать со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота. И когда только он начинает уразумевать превосходящую разумение, что любовь Христова. То есть, тогда ты перестаешь уже мозгами понимать Бога, ты просто с ним сливаешься, и ты получаешь удовольствие от этой жизни. Уже не важно, сколько у тебя в холодильнике колпасы лежит, или в каких ты обстоятельствах находишься. Почему многие люди, я абсолютно не приветствую монашество и все остальное, и считаю это не библейский подход вообще к решению проблемы. Но почему люди стремились к этому? Почему они убегали от этой жизни, от всего? У них было желание, они выбрали неправильный путь, скажем так, но желание было именно хорошее, чтобы не отвлекаясь быть с Богом. Но Господь говорит, тебе не нужно никуда убегать. Ты просто отдай себя мне полностью без остатка, и ты будешь получать удовольствие везде, на работе, где бы там, в пути, в дороге, везде, ты будешь со мной, ты будешь иметь вот это ощущение единства. Это очень приятно, это настолько здорово, прекрасно. Ну, я не знаю, могут ли слова выразить это все. Это просто нужно прочувствовать, это нужно в этом жить. Так вот, христиане первого века, когда узнавали, что их братьям будут скармливать на олени диким зверям, они вместо того, чтобы прятаться, они часто шли к родоначальнику и говорили, я тоже христианин. Ну, просто по-мирски. Безумие, правда, да? Почему они спокойно расставались со своей жизнью? Потому что вот эти взаимоотношения с Богом у них были настолько близкими, что они понимали, как Павел говорит, что тело мое есть что? Преграда в отношениях с тобою. Во 2 Коринфянам 5 главе он говорит, что вот эта храмина, пока я в этой храмине, я отделен от Бога. Отделен не в том смысле, что Павел сам по себе, Бог сам по себе. Нет, но это тело есть преграда вот в той радости, в той полноте счастья, которое Бог приготовил любящим ему. Легко сказать, что смерть для меня приобретение. Легко говорить об этом. Но на поверку ведь не всегда так получается в нашей жизни. Поэтому, рассматривая, казалось бы, чисто научные вопросы в плане эволюции, вот мы будем говорить очень много о теории эволюции, в кавычках теории, тем не менее, наш разговор, он будет способствовать тому, что мы будем ближе к Богу, мы будем лучше его понимать, мы будем способны должным образом общаться с людьми, которые имеют вот такой, ну, скажем, научный склад ума. И мы с вами узнаем и увидим, что не так уж много там науки в этой эволюции, в этой теории. На самом деле, что это абсолютно даже не теория. Ее так называют, как красного сладца. А она абсолютно не теория. И к науке, по большому счету, она отношения не имеет. Обратите внимание на требования курса. Вам нужно в течение этого семинара, что ввести конспект, за который будет поставлена оценка, а также учить наизусть отрывки из писания. Кроме этого, желательно быть активными участниками дискуссии, библейские отрывки на память. Вы будете сдавать каждый день. Поэтому ничего там сложного нет. Они небольшие, легко запоминаются. Советую вам прям сегодня начать что-то делать. И чем быстрее вы их выучите, и напишите, сдадите, тем лучше. Сдавайте письменным, да, видим? Да, мы, да, пол-ристочка оторвем. Не обязательно, что вы все в один день, там, Псалом 18. Кто-то захочет 8-й Псалом. Кто-то захочет 3-м. В конце концов все равно должно быть эти 3 стиха. А там начинайте хоть снизу, хоть с середины. Как хотите, это не имеет значения. Каждый день мы в конце занятий пишем отдельно. Ну да, но это будет завтрашний день. А в среду у вас будет вообще возможность выучить всю. Потому что вы будете смотреть фильмы, по большому счету, там законспектируете, можете учить стихи. Ну вот, вопросы. Вопросы по описанию курса и что вас интересует в этом плане. Не стесняйтесь, если кто-то недопонял. Спрашиваю. А у меня есть стиха где-назавтра уже нужно будет знать, Ну какой-то один из... Один. Один, да. Скажите, пожалуйста, а это тоже надо выучить стихи? Нет, нет, это просто... Желательно тоже знать. Да, желательно все знать их. Уверяю вас, что стихи не сложные. И очень легко они запоминаются, потому что красиво звучат, красиво написаны. Так что... У нас перерыв во сколько? Час? Без пятнадцати. Без пятнадцати, да? Да. Ага. Хорошо. Без пятнадцати. А, правильно, без пятнадцати. Да, потом до двенадцати, а потом и в час заканчиваем. Правильно? Правильно. Все, хорошо. Ну, конспекты подписали, забывают написать, догадывается, кто. Тесты абсолютно не сложные, поэтому не переживайте. Вопросы, в основном, на понимание, почему, зачем, поэтому, если будете понимать суть, вы абсолютно свободно и легко напишете. У нас получится две части вот этого курса. Сначала мы поговорим с вами об эволюции, и вторую часть мы будем говорить еще, мы уже начали, наверное, с джейдоном, с выникальности Библии и о том, каким образом Библия является доказательством существования его книги. Ну, начнем мы разговор с того, что есть наука вообще, что есть наука вообще, потому что, если не пользоваться общепринятой терминологией, то, ну, тогда сложно объяснять некоторые вещи. Поэтому не буду ничего выдумывать, я просто вам прочитаю, как это звучит, ну, скажем, в официальном, в официозе. Что такое наука? Вы себе запишите. А уж как бы там в тесте это объясните, главное, чтобы я видел, что вы понимаете суть этого. Не обязательно там дословно. Но в сути, если вы понимаете, этого достаточно, чтобы получить положительную оценку. Так вот, наука – это особый вид познавательной деятельности. Наука – особый вид познавательной деятельности, направленный на получение, направленный на получение, уточнение и распространение и распространение объективных, системно организованных, и обоснованных знаний о природе, системно организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении. Следующее предложение. Пописали? Системно организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении. Основой этой деятельности является… Вот это можете для себя подчеркнуть. Основой этой деятельности, научной деятельности, является сбор научных фактов, их постоянное обновление, их постоянное обновление и систематизация, а также критический анализ. Основой этой деятельности, является сбор научных фактов, их постоянное обновление и систематизация. Также критический анализ. Системно организованных фактов. Используем. Основой обновление. Системно организованных фактов. Используем. Основой обновление. Науку можно представить вот таким треугольником. Использующими... Используюсь таким. так что было стрелочки вот идут видите верхняя часть называется наблюдение теория эксперимент и вот стрелочки вот идут вот в таком направлении люди наблюдают окружающими окружающими люди размышляют о том что их окружает как это работает возьмем допустим у космос сколько человек существует только он разглядывает небо и такой вопрос на протяжении этих тысячелетий возникает людей которые смотрят на них особенно ночью когда то есть вы просто на этом примере а все остальное работает точно так как вот есть практически все люди задают себе этот вопрос откуда это все взялось но большая часть людей по большому счету задавая этот вопрос они не особо-то интересуются ответом вопрос задал задал как она как она влияет на мою жизнь большому счету никак не влияет не надо там больше варить и овец паски там еще что-то делать ну подумал про детей воспитывается всегда найдется забота и дела поважнее все но есть люди есть люди у которых очень пытливые ум которые никогда не успокоятся пока они не поймут почему откуда что зачем то есть ученые даже ну скажем так в институте не подготовишь я думаю что человек ученые действительно с большой пункт ну это особые люди с особым складом ума которые будут добиваться поиски вот ответа на то что их волнует то что они наблюдали так вот как ученые как эти ученые пытаются постигнуть мир так небо усеянное звездами чтобы лучше рассмотреть небо те же самые люди пытливые и не успокаивающие непоседы не скажем так рано или поздно изобрели что телескоп хотелось не просто вот видеть вот здесь еще дальше поэтому они искали я думаю за этим за всем тоже стоит духовный мир который побуждает дает знания дает какие-то откровения чтобы люди могли постигнуть это все и в этом направлении я думаю работает как тьма так и свет какой уж степени процентной не знаю но заинтересованный бог людям дать знания и лукавый тоже дает определенные знания но только вор приходит зачем украсть убить и погубить наблюдение за небеса и вот собрались допустим 10 ученых которые в разных частях света наблюдают за небо вот они собрались серии ученые всем им не дает покоя вопрос откуда эти звезды откуда эти планеты почему в одно и то же время выход восходит а звезда то 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 что такое солнце вот они собираются вместе они все наблюдают все начинается счет наблюдений мы говорим сейчас как работает наука я спиной стою вам ничего не видно даже не знаю как это все правильно поставить все начинается с наблюдений и потом когда они собираются вместе они собираются то каждый выражает свое мнение как он понимает какие мысли пришли к нему гол я максимально упрощаем чтобы было понятно принцип понятно каждый я думаю что эти звезды это потому что потому 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 свое мнение я думаю и каждый из этих десяти ученых десяти людей выражает свое мнение как называется это мнение нет это всего лишь гипотеза лукавый сделал свое дело он выдал желаемое на действительность то есть он уже выдал желаемое это проблема всех людей все люди думают что революция это теория она и близко к теории не стоял это всего лишь это всего лишь и вот так вот на этом этапе вот наблюдений то теории люди высказывают так называемые и гипотезы 10 различных мнений и будет за это всего лишь мнение я так думаю это просто мысль которая есть в голове у человек вот они высказали эти гипотезы получилось сколько и будет действий у этих людей уже есть какая-то база данных они уже что-то для себя понимают они знают какие-то законы они уже знают у них есть то что скажем как фундамент как факт и вот на основании того что эти люди уже знают они берут и проверяют рассуждают обсуждают каждую из этих вот они говорят иван иванович ты меня извини я тебя очень уважаю платон мне друг но истина дороже вот то что ты думаешь по этому поводу это бред силы и капула как она бред силы и учитывая что закон такой закон такой закон то о чем ты думаешь противоречит тому тому этому то есть идея может быть интересная может быть она скажем так щекочет нервы там или как твоя душу но по сути делает нет и вот они собравшись вместе они решают сколько из этих десяти гипотез максимально могут быть какими верными верными правильными но они еще не есть теория просто из этих десяти гипотез выбирают допустим 3 то есть на вот этом этапе когда обсудили обговорили вышло и договорились давайте теперь мы вот мы согласились что вот три гипотезы в этом направлении можно двигаться то есть есть три мысли есть три направления давайте мы следующий год потратим на то что мы не будем распыляться вообще мыслью по древу а мы приложим усилия и будем искать доказательства чего вот этих трех гипотез которые мы понимаем что они более ну здравые скажем так более приемлемы вот проходит год проходит год собрались опять эти десять мужей ученые чем они делятся кто что узнал кто что для себя понял что он уразумел в отношении чего уже не вот этих десяти людей а только вот этих трех и когда обсудили они обсудили выясняется что из этих трех ну только одна гипотеза только одна гипотеза она действительно имеет смысл в этом направлении что двигаться дальше это может быть две ну я принцип я просто может быть отказаться вообще нужно что-то еще подумать дело в том что к тому времени к тому времени когда гипотеза какая-то станет теории станет теории проходит достаточно много информации и к этой гипотезе будут применены все законы и все знания которые что доступны настоящий отрезок время и если это гипотеза эта мысль не противоречит никаким законам известным законам уже устоявшимся законам если она не противоречит то только тогда ее с большой натяжкой начинают называть чем теория это с большой натяжкой то есть это еще не окончательный вариант знаете почему потому что еще следующий этап она хотя и называется теория но это еще не окончательный вариант потому что теперь нужно на основании вот того чему пришли нужно поставить что эксперименты и если эти эксперименты дадут какой результат предполагаемый обратите внимание вот оно все по кругу предполагаемый результат вот остановились на чем-то одному людьми начинают экспериментировать если это подтверждает подтверждает туда смело заявляю и говорят что это теория по сути дела между законом и теорией разница уже небольшая почему потому что любая теория принятая научном мире она обязательно подтверждена чем законами известными и экспериментами и экспериментами если нет подтверждения законом и эксперименты не получается никто в научном мире гипотезу не начнет называть теорией она останется гипотезой ничего более и так дело в том что сказать что теория это не незыблемая что-то было бы неправильно почему потому что наблюдение продолжается жизнь продолжается появляется какие-то новые знания это что казалось на протяжении может быть даже столетий теоретически правильными верными вроде бы эксперименты это подтверждали но вдруг появляется какая-то информация когда человек углупился он не только в небо смотрит он микроскоп заглянул да или у него появилась возможность еще как-то какую-то дополнительную информацию получить а эта информация начинает противоречить тому что что казалось теории значит что делает если это честные ученые не ряд мнения и давайте пересмотрим это все оказывается то что мы думали она еще не теория и так постоянный вот этот поиск постоянные созерцания постоянное размышления постоянные эксперименты то есть это очень серьезно и очень кропотливо и в научном мире в научном мире принято что если вероятность какой-то гипотезы вероятность какой-то меньше чем 10 минус 50 степени меньше чем 10 минус 50 степени больше к этому разговору никогда не возвращаются вот на этом этапе вот гипотезы до теории если вообще не в беседах в размышлениях выясняется что вероятность истины этой мысли 10 минус 50 степени то что отбрасывает и больше даже не вспоминают когда когда идет обсуждение вот этих мыслей этих идей гипотез идей и выясняется что на основании законов и всего-всего что знают оказывается что вероятность что это правильно и что в этом направлении нужно двигаться 10 минус 50 степени никто даже дару копейки не потратит на это она за то есть если здесь все мы мы за это даже не разговаривать знаете какая вероятность случайного возникновения этого мира вас не удивляет почему так настойчиво вздалбливают в умы людей вот эту так называемую теорию о случайном возникновении жизни мы будем более детально об этом говорить я привел вам примеры того чем пользуются научный мир могут ли люди которые продолжают отстаивать идею о том что все таки все произошло эволюционным путем по-честному назвать их ученым нет они могут быть очень умным они могут быть очень образованы но поверьте что с эволюцией как раз здесь не вопрос науки это вопрос религии вопрос поклонения и это важно понимать когда мы встречаемся с людьми которые называют себя атеистами а раз ты автоматически попадаешь в разряд скажем вот этой теории эволюции неважно как ты себе это представляешь что мы встречаемся с глубоко верующим человек мы встречаемся с глубоко верующим человек потому что если очень сложно поверить когда 10 минус 50 степени то какую же веру нужно иметь чтобы предполагать 10 минус 40 тысяч нулей что жизнь возникла сама по себе внезапно или еще другом но мы будем об этом говорить я просто о том что здесь не вопрос науки дорогие мои это не вопрос науки это вопрос религии так называемая теория лавка эволюции это религия это не наука хотя на причина у мантию квадратную шапочку губончиком в различные там которые на стену и вешают как заслуги там профессор регалии вот эти все да 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 но науки отношения это религия это вопрос веры вы же понимаете что неверующих людей на планете земля вообще не все люди верующие все абсолютно все верующие начиная бомжа заканчивая президентом соединенных штатов все верующие просто у каждого объект веры какой свой личный вы лично какая самая фраза у людей среди которых мы живем у меня бог душе у меня бог душе так все перерывы пойдем да все нормально